друзья всем снова здравствуйте привет и добро пожаловать ко мне на канал сегодня у нас с вами вторая часть моих осенних покупок я очень рада как вы встретили первую часть поэтому я с удовольствием покажу вам что еще я себе приобрела на эту осень тут будет и верхняя одежда и жакет и трикотаж и брюки вы просто расспрашивали как раз про кожаные брюки вот расскажу подробнее будут сумки будет обувь будет шапка будет украшение в общем такой знаете мини капсула у меня получилось даже не то чтобы капсула но это детали осеннего гардероба которые как раз всю остальную мою одежду сделают осенней вот по сути смотрите есть некоторые вещи которые имеют очень четкую принадлежность к сезону например пальто да у меня здесь два пальто и одно такое стеганое то есть сразу все вещи которые я носила до этого например джинсы футболки там какие-то кардиганы с пальто будут сразу смотреться по осеннему то есть это первый такой элемент дальше поговорим про обувь есть тоже некоторые обувь которые сразу же относят нас к осеннему сезону шапки тоже понятно что все что мы дополняем шапками это сразу на холодный период времени в общем есть такие элементы в гардеробе которые мы впрысками даем именно в этот сезонный период чтобы наш гардероб как раз поменял свое направление с точки зрения сезонности мы кстати говоря в школе дэш стайл скул только что провели очень классный вебинар про осенний гардероб который незапланированно случился нашей школе поэтому если вы вдруг пропустили информацию о нем можно сейчас посмотреть запись его внизу в описании этого видео взять на оставлю ссылочку на запись вебинара про осенний гардероб где я очень подробно рассказала какие элементы стоит включить в осенний гардероб сделал акцент на тренды сезона который имеет смысл включать в этом сезоне в гардероб какие тренды вообще не стоит трогать и плюс в дополнение к этому вебинару всем участникам идут в подарок ссылки на лучшие вещи сезона моя команда отобрала ссылки на лучшие вещи от масс-маркета до сегмента премиум поэтому если вы хотели пополнять свой осенний гардероб в этом году или же хотите найти новые сочетания в своем существующем гардеробе был ком на вебинар он получился на самом деле очень классно ссылочка внизу в описании давайте начнем с пальто раз уж я про них заговорила и первое пальто это знаете на самом деле это будет и с одной стороны я вам покажу пальто с другой стороны я прям похвастаюсь потому что я за этим пальто гонялась практически полгода это пальто бренда макс мара который приехал ко мне из аутлета из италии когда мы зимой с группой стилистов которых я обучала проходили практику в аутлете в италии я сразу посмотрел свет пальто во первых потому что она такое свободное мягкое как халат очень классно такой расцветки клетчатый я все очень люблю как клетка работает в осеннем гардеробе всегда интереснее смотрится с ней комплекты я короче говоря его сразу присмотрела померила мне все понравилось я его отвесила и думала что куплю после того как закончится наша практика но естественно когда она закончилась все уже раскупили поэтому когда это пальто появилось снова в аутлете и байер через которую я обычно делаю заказы выложила себя в stories что есть пальто я снова сразу же его заказала короче говоря сейчас я его примерю покажу как она смотрится это короче говоря пальто вот просто тот самый оверсайз который мне хотелось от пальто оно не слишком огромное но оно при этом очень свободное то есть это пальто халат по сути без подкладочное я обожаю без подкладочное пальто но при этом оно не совсем как бы пальто халат оно с пуговицами двухбортные в общем я в это пальто просто влюблена и мне как раз нужно было что-то подобное для простых городских дел когда мне нужно не забрать детей из школы детского сада просто добежать куда-то по своим делам или пойти на прогулку своей семьей чтобы это было мягко приятно и удобно в общем абсолютный мой фаворит этого сезона которые мне кажется буду носить просто постоянно и у этого пальто есть одна фишка она двусторонняя сейчас покажу что с другой стороны с обратной стороны это вообще пальто напоминающие господи как ее звали брэкин бог вот но мне кажется это очень прикольно выглядит оно такое супер объемное большое мне нравится она серая с другой стороны в общем я вот в этой стилистике чувствую себя просто мега комфортно классно у меня есть несколько сумочек на осень которые сюда тоже классно подойдут для простых таких городских дел про сумки чуть позже тоже расскажу поехали дальше следующее пальто да у меня несколько сразу пальто пополнение в гардеробе следующее пальто от бренда all we need те кто давно меня смотрят вы знаете как я люблю этот бренд и в этом сезоне у них вышло потрясающе совершенно пальто структурированного плана но при этом с плечом реглан это по сути такое пальто trench из очень приятной такой шерсти сейчас я вам надену тоже его покажу у меня было от них раньше бежевое такое пальто халат кто давно смотрит вы наверняка тоже помните это пальто но поскольку халаты они уже отошли они уже немножечко не совсем в теме то я его из гардероба убрала и на замену взяла у них вот такой вот пальто тире trench очень удобно на самом деле это пальто классно смотрится как с кроссовками сейчас например и надела также будет здорово смотреться в каком-то более презентабельном более собранном гардеробе в общем это просто мой фаворит я его купил уже двум клиентам в этом сезоне и себе тоже отхватил они в разных цветах есть но я всегда считаю что у all we need потрясающее сочетание цены и качества то есть за эту цену качество пальто просто отличное по сравнению с другими брендами которые я в этом году очень много отсматривала это просто одно из лучших пальто сезона она тоже нас вошло в список тех вещей которые мы рекомендовали с командой на вебинаре про осенний гардероб но мне кажется сейчас видите какое оно классное следующее пальто которое тоже у меня приехала из all we need это стеганое пальто стеганое пальто вообще эта вещь которая уже несколько сезонов просто на пике популярности и мне очень нравится на самом деле эта идея носить стеганое пальто это не тривиально далеко не многие решаются на стеганое пальто а в итоге выглядит это очень круто я присматривалась изначально к бренду totem а потом решила взять вот это потому что увидела all we need очень классный такую расцветку и кстати еще есть очень крутые таком нежномолочном вообще цвете очень здорово выглядит и знаете что не очень приятно у него внутри в карманах какая-то мягкая подкладка флиз может быть по ощущениям да флиз и это так приятно на самом деле я люблю когда холод ты засовываешь руки в карман а там очень тепло и приятно очень тоже хорошее качество у них цвет мой любимый который сочетается просто максимальным количеством осенних вещей классная очень длина чуть ниже колена можно носить и с длинными брюками можно носить и с джинсами классно будет с юбками платьями в общем такое пальто мега универсальное абсолютно подо все если что по поводу размеров у меня и вот это пальто и пальто шерстяное в размере l вот так вот она выглядит но тоже ссылочка вам оставлю все в описании этого видео так теперь давайте перейдем к жакетам и на примере жакета который я себе купила на эту осень я вам покажу вообще какие жакеты сейчас актуальны потому что в жакетной истории произошло некоторое смещение акцентов модных и я вам сейчас объясню в чем смысл и на что нужно обращать внимание если вы выбираете сейчас себе жакет на эту осень мне достаточно одного двух жакетов трех может быть потому что в целом я не часто их ношу только если у меня какие-то мероприятия где я должна прочитать лекцию например или встретиться с какими-то интересными людьми тогда я надеваю жакет и так смотрите в чем главная фишка и почему вот этот жакет мы с вами отнесем к модным в этом году во-первых вы сто процентов все знаете особенно если вы смотрите мой канал что последние годы был актуален жакет как будто бы с мужского плеча и даже специально говорил всегда видео что это пиджак чтобы было более понятно суть осталась той же то есть плечевой пояс должен быть достаточно объемным но появилась вдруг талия и мне многие тоже стали писать видео что сейчас актуальные жакеты притальные да актуально приталенные но они должны при этом достаточно объемными то есть объемное плечо длинный сам по себе жакет объем в целом то есть он не должен на вас слишком плутно смотреться и тогда когда вы вот здесь вот у вас чуть-чуть приталена получается что у вас объемный такой жакет собраны посередине в зоне талии слегка как бы притальный то есть не строго по фигуре как это было раньше с выточками и вот чтобы все было четко сейчас это выглядит не так он должен здесь немного как будто бы собираться плюс очень актуальна сейчас асимметрия вы видите что этот жакет застегнут как раз асимметрично это бренд теори очень люблю этот бренд я его взяла в аутлете тоже посмотрите у него достаточно широкий рукав рукав тоже не обтягивает это тоже один из признаков современного пиджака и он на самом деле достаточно длинный вот если бы я его надела он закрывает мне косточку практически такие жакеты есть не только в люксовых брендах во многих других например твелл сторис в этом году у них такой нежно-розовый очень красивый пиджак тоже с такой же асимметричной застежкой вот если вы будете смотреть на наш вебинар про осенний гардероб там ссылках обязательно найдете вот этот жакет от велл сторис но еще и другие жакеты в том числе из масс-маркета вот такие вот актуальны со смещенными пуговицами объемные но притальные это прям тоже очень крутая идея так что вот я обзавелась таким вот дружочком в свой гардероб буду его выгуливать на какие-то торжественные мероприятия а для обычной жизни я предпочитаю какие-то простые сочетания мои самые любимые самое ходовое сочетание на осень это свитер с горлом и удобные брюки чаще всего кожаные в прошлом видео как раз и спрашивали что за кожаные брюки у меня мы с командой на самом деле очень любим вот эти конкретно брюки это бренд лайм я в этом году заказала еще две пары то есть те которые вы видели в прошлом видео это прошлогодняя пара а вот в этом году я еще взяла такие же в коричневом и черном цвете наверное кто то скажет что что это за стилист покупает одинаковые вещи но на самом деле я очень люблю эту фишку если на вашей конкретной фигуре какой-то крой какой-то фасон здорово смотрится то почему это не дублировать но только дублировать других немножко цветах чтобы не было абсолютно одинаковых вещей на мне например на моей фигуре вот подобного плана джоггеры смотрятся просто отлично у меня нижний тип фигуры если что и при этом учитывая что эти брюки кожаные из эко-кожи посмотрите кстати говоря как здорово сделаны я не знаю мой второй сезон с командой просто кайфуем от того как эта кожа сделана матовая не смотрится совершенно что это кожзам смотрится на самом деле очень круто и черные и коричневые классно смотрится так вот за счет того что эта кожа осенью зимой просто идеально я считаю брюки для прогулок для каких-то опять же городских дел потому что часто бываешь ли долго нахожусь на улице таких брюках никогда не холодно я просто обожаю их за это не продуваемые они легко комбинируются и плюс такие брюки классно выглядят с любыми свитерами с горлом у меня в этом году вот такое вот еще поселился в моем гардеробе нежно-нежно розового оттенка смотрите как красивый джемпер это тоже all we need мне так часто бывает что я к ним захожу и выхожу сразу с пакетом всего потому что на самом деле они создают очень крутую базу так вот этот джемпер он достаточно объемные тоже зила он ван сайс вот но он все равно смотрится достаточно объемное что мне очень нравится вот мой простой беговой такой лук плюс сверху надеть любимое плечитое пальто и в принципе можно отправляться по любым своим делам с ребенком без ребенка как угодно вопрос только в том какую обувь вы сюда наденете какие сумки аксессуары возьмете сейчас поговорим подробно о том что я выбираю для себя на эту осень так ну что переходим теперь к обуви и аксессуарам начну с обуви как я вам сказала уже мой основной образ жизни достаточно активный я много передвигаюсь часто с детьми мне нужно что-то очень удобное поэтому кроссовки во первых это один из один из любимых моих видов обуви чаще всего и ношу кроссовки ботильоны например типа тех которые вы видели в прошлом видео они кстати говоря супер удобно и я уже их несколько раз выгулила но я не хожу в них каждый день то есть они у меня для каких-то таких встреч и для каких-то более официальных мероприятий за взрослыми людьми без детей так вот для постоянной такой носки я еще купила не успела распаковать вот достаю еще только из коробки пришли они практически перед съемкой вот такие вот высокие челси потрясающего коричневого оттенка такие челси я уже много вам про них рассказывал на канале на массивной подошве на самом деле супер универсальная пара обуви уже не первый сезон я взяла у бренда у теркви испанский бренд среди масс-маркета мне кажется это самая адекватная вообще модель что мне у них нравится что у них очень аккуратно сделан вот здесь вот нос и очень аккуратно и голенище я их еще не примеряла примере наверное уже после съемки но мне кажется и так понятно что они прекрасно подходят вообще ко всей моей капсуле которую я собираю на эту осень в общем ботинки очень красивый тоже цвета если я надену вот с этими кожаными брюками смотрите получится такое цветовое единство что тоже очень здорово смотрится и получится у нас вот такой вот лук например челси вот такие брюки вот такой вот простой джемпер от all we need и например в комплекте к этому всему я могу взять либо вот это клетчатое пальто на наверно она будет сюда лучше всего вот такой вот простой лук на каждый день для своих каких-то городских дел я на самом деле обожаю эту комбинацию удобные брюки удобная обувь джемпер с горлом чтобы не было никаких шарфов и пальто обязательно длинная желательно макси это всегда супер удобно в такой активной среде дальше у меня шапка и митинге сейчас расскажу что это такое шапка от бренда ушатава очень классные шапки сидят очень круто на ушах мне нравится они вот так вот круто торчат таким носочком прошлом году у меня было такого зеленого цвета под цвет глаз я ее кстати говоря где-то посеяла и поэтому году купил сразу две еще раз зеленую и вот красную и еще у них же я взяла такие вот митинге вот такие вот штуки на руки для тех у кого телефон все время в руках это супер удобно плюс машине тоже в них удобно в общем такие вот штуки и они классно очень смотрят смотреть как с кожаной курткой также буду здорово выглядывать из-под любого пальто теперь про сумки я взяла на эту осень две новые сумки понятно же дело что я не буду выкидывать свои остальные вы знаете мне большой сумочный гардероб я такой бэкс маньяк когда-нибудь я все-таки сделаю видео про свои сумки если вам интересно кстати обязательно напишите об этом в комментариях на этот сезон я взяла две одну такую простую из зары это текстильная сумка с кожей я уже тоже рассказал на канале что вот такие вот вещи очень классно работают вне сезона потому что текстиль в сочетании с кожей может быть как летом так и зимой она классно будет смотреться и освежать любую мою верхнюю одежду и вторая у меня сумка вот такого плана от бренда люэ вы обратите внимание гораздо более актуально скругленная мягкая вообще форма чтобы она не супер было жесткая плюс это очень удобно на самом деле с такой сумкой удобно летать удобно путешествовать опять же удобно с детьми какие-то свои совершать дела и обратите внимание у меня обе сумки светлые ломаем стереотипы отныне и вовеки веков белая сумка не только для лет на самом деле белая сумка очень крутое на данном случае это не совсем белая такой молочный оттенок для круто очень смотрится в осеннем гардеробе всегда освежает классно будет работать как с пальто так и с пуховиками и с шубой тоже будет здорово смотреться так что возьмите на заметку эту идею обязательно используйте светлую сумку в смысле здорово выглядит гораздо круче чем если бы здесь была черная простая сумка ну и последние элементы моего гардероба в этом году это украшение так начну вот с такого кулона это кулон с керамическим покрытием не на самом деле уже изрядно поднадоели цепи хотя они конечно же не выходят из моды я захотел купить себе что-то немного иное здесь тоже есть цепь но эта цепь с кулоном вот так вот это смотрится мне очень нравится подобные украшения последнее время что-то как-то отошли у меня из гардероба я больше носила чокеры и прочее в этот раз мне захотелось что-то более удлиненное и мне кажется сейчас как-то более актуально вот так выглядит обратите внимание что здесь матовая такая цепочка я тоже много вам про это рассказываю что я очень люблю когда матовый металл мне кажется это выглядит всегда очень благородно красиво эстетично вот такая штука опять же она круто будет очень работать например вот на этом джемпере когда вы надеваете такие вещи на джемпер или на водолазку смесь как здорово смотрится кстати говоря я не планировал что цвета будут пересекаться а здесь есть такой розовый цвет пересекается цветом джемпера и выглядит очень прикольно просто но опять же для такого будничного гардероба на каждый день вполне достаточно и дальше у меня более такие праздничные украшения во-первых вот такие вот серьги типа серьги люстры потому что впереди новогодняя какая-то история и обязательно нужны будут такие серьги в гардеробе я решила купить их сразу вот так вот они выглядят посмотрите на ушах будут смотреться очень здорово причем вот такие серьги типа люстры сейчас я просто вот так приложу чтобы было видно вот так вот они будут круто смотреться даже если я надену их повседневные жизни просто вот так вот с джемпером с кожаной курткой сейчас такие времена когда можно очень легко вот эти все праздничные вещи носить в повседневном гардеробе это будет здорово смотреться еще одни серьги от бренда который я нежно очень люблю это грузинский бренд называется ли я я вам тоже про него рассказывала кто смотрит меня давно вы знаете мои пристрастия и здесь я взяла очередные очень крутые statement серьги с таким голубым камнем боже это просто восторг как они мне нравятся посмотрите я еще висит уже их не носила у меня свежачок прям показывал с пылу с жару вот так вот выглядит это прям такие массивные серьги то есть когда я их буду надевать они бы смотрится очень массивно и будут являться как бы основой моего образа так что нужно срочно по моему сказать мужу что пора нам в театр куда-то идти вот такой вот гардероб у меня собрался на эту осень он логично встанет во все те вещи которые я и так носила в межсезонье очень многие из этих вещей перейдут в зимний гардероб например это джемпере я буду носить зимой вот это пальто точно буду носить зимой она супер теплое и конечно же утепленное вот это пальто стеганой тоже буду носить зимой про кожные штаны я все же молчу это моя унифорум можно сказать на осенне-зимний период ссылки на те вещи которые сейчас есть в наличии обязательно оставлю в описании этого видео и там же вы найдете ссылку на запись вебинара про осенний гардероб который я вам уже сегодня анонсировала также нашей школе сейчас идет набор на курс алгоритм гардероба это курс инструкции по составлению своего персонального гардероба где я научу вас подбирать свои цвета свои фасоны свои длинные пропорции и составляя свою собственную капсулу для любого абсолютно сезона вы эти знания сможете использовать как в этом году так и в следующем и через пять лет вы тоже сможете их используете такая база знаете универсальная для гардероба вообще очень многие студенты у нас говорят что надо еще в школе такую информацию преподавать так что если вы хотели давно заняться своим гардеробом своим стилем велкам 23 октября стартует курс алгоритм гардероба и уже открылся набор на следующий год на курс для стилистов 10 января мы стартуем там всего 10 мест это всегда у нас очень маленький такой компактный курс который идет три месяца и студентов этого курса я веду лично за руку мы с ними 24 на 7 всегда вконтакте разбираем все нюансы все детали и курс для стилистов шоппинг как бизнес это курс где собрано самое основное количество инструментов для работы персональным стилистом так что удовольствием вас жду на курсах ссылочки все в описании этого видео и увидимся с вами в следующих видео пока пока